Душа луны, набросок, вариант, идеи в годы Дикого Запада персонажи мультфильмов были бандитами. В банде было шесть человек. Руководил бандой Джек Силтон. Удачные набеги на поезда банки и колонны с поселенцами помогли сколотить знатное состояние. Что говорить, риск погибнуть при такой профессии очень велик. Время шло, численность банды уменьшалась, само время завершало историю преступных набегов. И вот их осталось трое проверенных временем друзей. Джек спланировал последнее ограбление, которое впишет их в историю. Банк. Все шло по плану гладко, но случай поменял все, завязалась перестрелка пули, ранила Джека, но банде удалось уйти. В тайном месте умирая Джек просит Уитмара позаботиться о дочери и на его долю обеспечить ей будущее. Уитмар дает слово, находит дочь в указанном месте Джеком. Начинается новое время, время кино, машин и радио. Двое бандитов становятся бизнесменами. Уитмар, как и обещал, воспитывал дочь Джека, как свое дал образование манеры и хорошую выучку езды и стрельбы. Этакий солдат Джейн, сцена «Один дом Уитмара». Приезжает его компаньон Хагард. Примерно видит Молли дочь Джека. Привет, Молли, говорит Хагард, давно не видел тебя, как ты выросла. Здравствуйте, дядя Хагард, рада видеть вас. Возможно, прыгает, обнимает этого старпера. Уитмар зовет в дом. Что пройдем, Хок, к столу сигар и скотч. А, конечно. Так что нового в нашем бизнесе. Все хорошо, процветаем, за исключением одного нашего филиала, там-то-там-то. Нужно поехать и порешать вопросы. Бла-бла, придумать, что за вопросы, или кто гадит, или фирма несет убыток, и дэ. Входит Молли Уитмар, говорит, что должен уехать на пару дней. Разрешите мне съездить в гости к подруге. Да та девчонка, что жила рядом с нами до переезда, помню, как вы озорничали, а ты злился. Молли, обнимая Уитмара, хорошо, но обещай, что будешь очень осторожно. Обещаю. Но не буду вам мешать, у вас вижу очень важные вопросы. Уходит красавица, выросла наша Молли, ты сдержал слово, данное Джеку. Я прикипел к ней, как к родной, переживаю, когда ее долго нет. В детстве, помнишь, приходила с разбитыми локтями и коленями. Да тот ужас на твоем лице я не видел с самого ограбления поезда, ха-ха, тут еще бла-бла-бла, сцена два поезд или машина прибывает в город. Редумать название, в дороге Молли вспоминает момент у реки. Молли смотри луна в реке. Да очень красиво. А говорят, после смерти души улетают на луну. Ну и скажешь на луну. Ха-ха, побежали домой, нас, наверное, ищут. И вот у дома подруги двери открыта, полиция, люди суета словом. Молли заходит и видит труп подруги пальцы отрублены. Эмоция. Встает шериф от трупа после его осмотра. Описать, придумать, что он за человек, как стал копом, что с ним было для того, чтобы он стал им. Возможно, трагическая ситуация в детстве, которая его поставила на путь закона. Вы кто посторонним, нельзя сюда. Молли не растерялась. Я журналист и фатрибюн, примерно. Сейчас неподходящее время, мисс, я понимаю, могу, я надеяться, что вы уделите мне время за чашкой кофе. Бла-бла написать статью об этом случае. Молли симпотная, он, конечно, соглашается, где вас найти. Я остановилась в гостинице. Придумать название, придумать, как они встретятся, возможно, иначе Молли столкнется с ним на улице, как бы случайно. Она скрыла, что это ее подруга, так как знала, что начнутся расспросы и показания. Молли заходит в номер гостиницы, рев сопли, бьет кулаком в стену, почему, кто это сделал, я найду их. Тип того. И вот встреча Молли и шерифа, она улыбается, сдержанно показать резонанс эмоций в номере и на улице. Диалог разговора с шерифом, ее внутренние мысли, типа, а он не дурен и т.д. Шериф соглашается поделиться информацией, Молли записывает типа и правда журналист. Подвести тему, что шериф раскусил ее или просится на поимку подозреваемого тут или отказ или согласие шерифа. Молли присутствует на допросе и слышит имя старика и мерса, примерно. Вспоминает человека из прошлого Уитмара, которого он как-то спас. Собирается ехать к нему шериф. Куда леди собирается в ночь ехать? Я понял, что вы не журналист, потому или поэтому, а писать в диалоге, да вы правы и говорит, что это ее подруга и т.д. Я не могу отпустить вас, одну буду сопровождать. Едут локации беседа, вдали дом старика. Вы состарились, мистер. Старик с кем имею честь? Я Молли приемная дочь Уитмара. Вы часто бывали у нас там-то, там-то. Раз вы тут, то вас ко мне привела очень срочная тема. Примерно пройдемте в дом. Возможно, леди захочет принять ванну с дороги. Молли, да это от чего я не могу отказаться, спасибо. Молли лежит голая в ванной, старик разговаривает в комнате, выпивая виски. Взрыв Молли подлетает с ванной вода на полу ванну на боку. Крик. Вбегает шериф-перестрелка. Убивают старика. Первые думки, за что кто, а не как и почему решились на убийство шерифа или виной дело старика раскрыть в разговоре. Старик зажимает рану. Шериф кто они? При смерти старик говорит, что вопросы, которые задавал шериф, пока Молли мылась ему известно. Виной деньги большие украли, там-то, там-то и ее подруга причастна к этому. Убийц можно найти на старом прииске в городке. Молли добытчиков шахты не работают, но сборища всего отрепья там обосновались. Найди хука, только он сможет вам помочь. Выдох-сдох. Путь на прииск в одиночку шериф уговаривает вернуться и с отрядом продолжить расследование. Молли отказывается. Шерифу ничего делать едит с ней. А ходят в забегаловку, там бухло карточные игры и т.д. Молли спрашивает хука, все затихают. Направляются стволы в их сторону. Господа, опустите стволы и испугаете наших гостей. Мадам, что привело вас в эту клоаку мира? Мы ищем хука, я знаю его, но позвольте поинтересоваться, зачем он вам. Старик сказал нам его найти. Сказал, что он нам сможет помочь. Старик, как его дело? Его убили сегодня ночью. Мужик стиснул зубы, опустил голову. Пойдемте в более тихое место Хук, это я раз отец вас прислал ко мне, то дело и впрямь важное. Тут разговор, что знает Хук, у кого украли деньги и кто убил девку. Где его найти тут я вам ничем помочь не смогу, очень знаменит, знайте в этих местах. Но поверьте мне, такую сумму в мешке не каждый мужик поднимет, а тем более девка. Деньги при ней так и не нашли, говорят. Сцена 3, придумать локацию и встреча с бандой, как их победить. И тут остается убийца подруги и Молли дерется с ним раскрыть, чему ее учил Уитмар. Чему может научить бандит стрелять, драться, держаться в седле. Шериф мочит его напарников продумать сцену. Да она была не при делах, пришлось убить ее как свидетеля. Его Молли зарубила топором. Возвращение в город. Дело закрыто. Молли. Говорит шериф. Да наверное. Убийство по ошибке. Молли в номере гостиной. Спускается в ресторан на первом этаже, сидит у стойки бара. Бармен протирает стакан. Начать разговор, придумать с чего. Да ее хахаль знатный игрок был. Казалось, что даже бродячим псам он должен. Так типа ему не везло. Почему вы говорите был умер? Нет пропал незадолго до убийства. Молли вспоминает слова Хука и убитого ей бандита. И бежит к шерифу. Встреча интим и т.д. Она выпила в баре ту топа шериф. Причина есть и симпатия. И вот уже хахаль подруги, которая убиралась, была горничная в доме богача. Узнает где сейф и т.д. Ворует бабло и сваливает, подставив подругу. Молли находит его в солуне. Притворяется шлюхой. Заводит в номер. Связывает и выбивает признание. И где деньги? Убивает его. Забирает деньги из тайника и возвращается домой. Уитмар как съездила детка. Хорошо. Как подруга. Все хорошо, дядя. У вас что-то случилось, как поездка. Наша фирма теряет деньги. Конкуренты сменили станки. И боюсь, детка, скоро мы не сможем позволить себе такую жизнь. Всегда есть выход, ведь правда. Да и этот выход 500 тысяч долларов. Молли открывает дорожный чемодан. Там деньги. Но откуда? Как? И тут обыграть как-то концовку. И придумать, как в конец вписать шерифа. Типа люблю не можно, дядя, я его.